Доброго времени суток! На связи медицинский канал. Что такое овсяное молоко? На сегодняшний день овсяное молоко – это альтернатива, наиболее подходящая замена для обычного молока животного происхождения. Этот продукт особенно популярен в веганской кухне. Это молоко не содержит лактозу и глютен. И на вкус чуть сладковатое, с легким ароматом овсяных хлопьев. Используется в диетическом питании. Овсяное молоко можно просто пить, добавляя в каши, выпечку, кофе, смузи. Его даже добавляют при приготовлении кофе-латте. Оно дешевле других растительных аналогов, таких как миндальное и кокосовое молоко. И при этом еще и полезно. Овсяное молоко можно купить в магазине, либо приготовить самостоятельно в домашних условиях. Овсяное молоко было создано в 1990-х годах шведским ученым Рикардом Осте, который искал замену коровьему молоку из-за содержания в последнем лактозы. Как сегодня производят овсяное молоко в промышленности, коротко расскажу, для того, чтобы вы понимали, как его можно сделать самому в домашних условиях. Итак, в промышленных масштабах зерна овса сначала очищает от оболочки, потом смешивает с водой и перемалывает. Для расщепления крахмала часто используют ферменты. Смесь воды и овса перемалывает до получения однородной консистенции. Затем фильтруют, смешивают с растительным маслом. В результате получается молоко по густоте и цвету, неотличимое от молока животного происхождения, которое мы покупаем в супермаркетах. Стоит отметить, что некоторые производители в овсяное молоко добавляют витамины, подсластители, соль, специи и ароматизаторы. Иногда для более долгого хранения овсяное молоко нагревает до ультравысоких температур, и оно может храниться даже без холодильника. Чем полезно овсяное молоко? Овсяное молоко подходит для людей с непереносимостью лактозы и аллергии на молочный белок, сою и орехи. Для веганов и сыроедов овсяное молоко содержит меньше белка, чем коровье молоко и соевое молоко, но больше, чем миндальное, кокосовое и рисовое. В нем больше клетчат. Овсяное молоко нормализует обмен веществ и способствует выведению лишней жидкости, помогает избавиться от отеков, снижает уровень сахара и холестерина. Овсяное молоко содержит различные макро- и микроэлементы – кальций, марганец, медь, железо, натрий и магний. В его состав входят витамины группы В, H и Е. Включив овсяное молоко в свой ежедневный рацион, можно забыть о таких проблемах, как запор и метеоризм. Поднимая этот продукт постоянно, можно защитить свой организм от таких заболеваний, как гастрит и язва. Людям, страдающим такими заболеваниями, как панкреатит, гепатит или холецистит, следует пить его ежедневно, так как оно обладает мягким желчегонным действием. Овсяное молоко содержит витамин D и оказывает благотворное влияние на состояние волос, ногтей и кожи. Как выбрать овсяное молоко? В покупке овсяного молока в магазине здорового питания или в супермаркете следует внимательно прочесть этикетку с его составом. Первое, на что следует обратить внимание, это то, что молоко не должно содержать консерванты, сахар и наполнители, так как некоторые изготовители добавляют в свою продукцию подсластители и искусственные ароматизаторы, а эти нежелательные компоненты могут вызывать аллергию у чувствительных людей. Еще овсяное молоко не должно содержать глютен. По законодательству производитель обязан указывать полный состав на упаковке. Как приготовить молоко в домашних условиях? Приготовить этот вкусный и полезный напиток дома несложно. Необходимо приобрести зерна овса или овсяные хлопья. Лучше, конечно, натуральный цельный овес, так как в нем сохранены витамины и микроэлементы. Процесс приготовления овсяного молока из натуральных зерен выглядит так. Два стакана злаков необходимо залить одним литром чистой питьевой воды. Поставить настаиваться в темное сухое место на 12 часов. После настаивания взбить смесь блендером и профильтровать. Все, напиток готов. При желании можно добавить морскую соль, половину чайной ложки, один финик без косточек и одну треть стручка ванили. Для усиления вкуса и создания пикантности можно также добавлять в овсяное молоко кардамон, ванилин, мед или корицу. Перед употреблением обязательно энергично потрясите напиток в закрытой посуде. А процесс приготовления овсяного молока из хлопьев выглядит так. Возьмите полкилограмма хлопьев геркулес, пересыпьте в подходящую тару и залейте двумя литрами чистой теплой воды. Оставьте на 25 минут, чтобы жидкость впиталась и крупа разбухла. После чего хорошо взбейте смесь блендером. Она должна приобрести однородную консистенцию. Для усиления вкуса также, как и в первом случае, можно добавить корицу, ваниль или финики. Несмотря на массу положительных качеств овсяного молока, к употреблению этого напитка есть некоторые противопоказания. Его нельзя пить людям, страдающим целиакией, так как в составе содержится глютен. Целиакия – это глютеновая энтеропатия, другими словами, генетически предрасположенная непереносимость глютена. Овес отличается высоким уровнем аллергичности, поэтому противопоказан людям с непереносимостью этого продукта. Диабетикам овсяное молоко не противопоказано, однако следует подходить к употреблению напитка очень аккуратно, так как оно богато крахмалом. Овсяное молоко содержит много кальция, что может негативно повлиять на людей, страдающих таким заболеванием почек, как гломерулонефрит. Кроме этого, стоит отказаться от напитка в период обострения заболеваний желудочно-кишечного тракта. Покупая овсяное молоко в магазине, лучше внимательно прочитать состав, поскольку оно может содержать консервант, подсластители, загустители, масла, вкусовые добавки и соль. Все эти ингредиенты существенно снижают полезные свойства чистого продукта. Как правильно хранить овсяное молоко? Овсяное молоко следует хранить в холодильнике. Магазинный продукт хранится в заводской таре до даты, обозначенной на упаковке. А если напиток сделан в домашних условиях, то срок его хранения составляет не более 4 суток. И, кстати, после приготовления его в домашних условиях, следует перелить в стеклянную тару, а перед употреблением как следует взбалтывать. Овсяное молоко можно рекомендовать в качестве вспомогательного средства при лечении определенных болезней, например, при сахарном диабете. Овсяное молоко способно нормализовать уровень сахара в крови, тем самым улучшив общее состояние организма. В овсяном молоке содержится бета-глюкан, который способствует замедлению всасывания глюкозы и влияет на уровень кровяного давления. Также овсяное молоко ослабляет симптомы диабета второго типа и ускоряет процессы заживления диабетических язв. Как уже упоминалось ранее, следует его применять при диабете осторожно, так как в нем бывает много крахмалов. Тем, кто страдает панкреатитом и холециститом, этот напиток обладает желчегонным действием и оказывает благотворное воздействие при этих заболеваниях. Полезно овсяное молоко и для печени. Благодаря насыщенному составу этот напиток способствует выведению токсинов и вредных веществ из организма. Кроме того, овес, как уже указывалось ранее, обладает желчегонным эффектом. Наиболее полезным будет употребление злаков с неочищенной оболочкой. Другими словами, лучше употреблять молоко, приготовленное самостоятельно из цельных натуральных зерен овса. Овес содержит тип растворимой клетчатки, называемой бета-глюкан. Бета-глюкан снижает уровень холестерина. Исследования показали, что полезный эффект бета-глюкана в овсе сохраняется даже в овсяных напитках, таких как овсяное молоко. Употребление молока оказывает положительное воздействие на сердечно-сосудистую систему, минимизируя риск образования тромбов. Медицинские исследования показали, что через 5 недель употребления овсяного молока концентрация в крови липопротеинов низкой плотности, образующих холестериновые бляшки, существенно снижается. Как следствие, укрепляются стенки кровеносных сосудов и нормализуется артериальное давление. Полезно овсяное молоко и при анемии. Анемия – серьезное заболевание и часто связано с нехваткой некоторых веществ, например, железо, витамина В12, витамина, которые необходимы для синтеза гемоглобина. По этой причине те, кто придерживается вегетарианской или веганской диеты, не употребляют мясо, а значит, лишены самого доступного источника железа. Овсяное молоко – это настоящий дар. Одна его чашка содержит 10% необходимой суточной нормы железа и витамина А. Как уже говорилось, большинство овсяных молочных продуктов является отличным источником витамина Д и витамина А. А эти вещества, кроме полезного воздействия на нашу кровь, необходимы еще для укрепления иммунитета и предотвращения болезней и инфекций. Исследования показывают, что витамин Д напрямую связан с функцией иммунных клеток, а его дефицит может быть даже связан с более высоким риском аутоиммунных заболеваний, а также с диабетом первого типа, болезнью крона и рассеянным склерозом. Точно так же витамин А может включать иммунный ответ при некоторых инфекционных заболеваниях. В овсяном молоке содержатся углеводы, которые являются питательным компонентом для полезных бактерий желудочно-кишечного тракта. Эти самые полезные бактерии ответственны и за иммунитет. Кроме того, овсяная клетчатка улучшает перистатику кишечника, помогает при запорах и воспалительных процессах. Целебный овсяный напиток можно принимать не только внутрь, но и использовать как косметическое средство, например, для лица. В нем содержатся необходимые для кожи липиды, а также специальные антибиотики, предотвращающие воспалительные процессы. Овес способствует выравниванию цвета кожи, исчезновению воспалений, прыщей, смягчает и увлажняет, а разглаживает мелкие морщинки. Самым простым и эффективным вариантом является протирание кожи лица овсяным молоком утром и вечером. И еще, если вы делаете овсяное молоко дома, у вас остается жмых. Этот жмых можно использовать в качестве маски для лица. Его наносят на кожу лица, кроме области вокруг глаз, на 15-20 минут, после чего смывают теплой водой. Маска способствует сужению пор и устранению раздражения на коже, и кожа становится упругой, молодой и подтянутой. Овсяное молоко положительно влияет на выработку эпидного гормона поджелудочной железы, который отвечает за чувство сытости. Такие свойства продукта помогают сократить количество перекусов и держать аппетит под контролем. Овсяное молоко нужно пить за 30 минут до еды. В этом случае такой перекус, кавычках, способствует снижению аппетита. Избежать переедания и не остаться голодным поможет клетчатка, находящаяся в составе молока. Овсяное молоко ускоряет обмен веществ, способствует очищению и избавлению от лишней жидкости. Эффективным средством при похудении и очищении организма будет разгрузочный день на молоке из овсянки. В этот день можно выпить не более 2 литров напитка в течение дня. При гастрите важно постоянное соблюдение диеты. Овсяное молоко при этом заболевании – незаменимый продукт. Оно помогает смягчить симптомы, вызванные гастритом. Напиток обволакивает слизистую из стенки желудка, снимает боль, нормализует пищеварение. Благодаря клетчатке и витаминам, находящимся в продукте, избавляет организм от скопившихся токсинов, солей и вредных веществ. Овсяное молоко может нормализовать тул и избавить от метеоризма. Оно стимулирует деятельность желудочно-кишечного тракта, мягко обволакивает слизистые, защищая от воздействия вредных микроорганизмов. Этот напиток позволяет быстрее справиться с пищевым отравлением. В овсяном молоке содержится клетчатка, которая способствует улучшению работы перистальтики кишечника. Тем самым помогает устранить запоры, боль и вздутие. Напиток также поможет восстановить естественную микрофлору кишечника. Кальций в овсяном молоке добавляется дополнительно, поэтому при выборе альтернативного молока необходимо обращать на это внимание и выбирать продукт, который обогащен кальцием и витаминами А и Д. Напомню, что витамин Д улучшает усвоение кальция и еще больше укрепляет здоровье костей. Повышение потребления кальция и витамина Д часто рекомендуется при лечении таких заболеваний, как остеопороз. Это необходимо для насыщения костей кальцием с целью их укрепления. Полезно будет овсяное молоко и при переломах для более быстрой реабилитации. Кроме того, кальций улучшает состояние ногтей и волос, а усваивается он лучше в составе овсяного молока. Полезно овсяное молоко и для волос. Для того, чтобы избавиться от секущихся кончиков, нужно сделать такую процедуру. Для этого понадобится смесь, состоящая только из густого овсяного молока. Ее нужно нанести на чистые, немного влажные волосы на 10 минут. Смывать маску теплой водой. Лучше применять эту маску дважды в неделю, либо курсом в течение 14 дней, после которого нужно сделать 1 месяц перерыв. Овсяное молоко полезно для мужчин, так как витамин Е, входящий в состав напитка, помогает увеличивать число сперматозоидов, повышать их активность, способствует выработке мужского полового гормона тестостерона. Овсяное молоко полезно при беременности, так как в его составе есть фолиевая кислота, помогающая плоду расти и развиваться, предотвращая различные осложнения. Оно способно справиться с приступами токсикоза. Из-за высокого содержания клетчатки в напитке можно забыть о проблеме запоров, которые беспокоят практически каждую женщину в период беременности. Как уже упоминалось, в овсяном молоке присутствует большое количество кальция, который необходим для нормального развития плода. Друзья, желаю всем здоровья. Подписывайтесь на медицинский канал, ставьте лайк, если вам понравилось это видео. Смотрите также другие видео лечения простыми эффективными народными средствами, ссылку на которые я вам и представляю в этой конечной заставке. До новых встреч на медицинском канале. Субтитры сделал DimaTorzok